Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Мы приехали в какую-то жопу мира. Я даже не знаю, как это называется, где это находится, но знаю, что это вроде Криворожская или Черкасская область. Женя, как эта область называется? Черкасская область. Здесь рядом есть город Александрия, но мы отъехали где-то в сторону. Короче, у меня за спиной большой-большой-большой карьер, и сзади меня находится вот это, я так понимаю, кран, а вон там большой роторный экскаватор. Я в прошлом году был в Германии на огромнейшем роторном экскаваторе. Этот, конечно же, немножко поменьше, но чем-то, в принципе, он похож. Мы ехали сюда, по дороге нашли координаты, где именно находится сам вот этот экскаватор. Просто смотрим, к нему ведет прямая такая дорога, мы по ней едем-едем-едем, потом по дороге нас ждет КПП, выходит охранник, говорит, что не-не-не, сюда не можно, там... Сказал, в общем, чтобы сюда попасть, нужно договариваться с начальством. Короче, он дал нам трубку, мы поговорили с начальством, начальство сказало, ну-ну-ну, нельзя, тут нам не важно, откуда вы приехали. Короче, сюда, типа, к нам из Киева, из Франции, там, откуда только не приезжали, мы никого не пускаем. И сказал, если вы пойдете обходными путями, и каким-то образом туда попадете, мы вас обязательно поймаем. И как вы думаете? Правильно, мы пошли обходными путями, как нам, в принципе, и посоветовали. И, короче, вон за спиной у нас уже эти роторные экскаваторы. Вот здесь какие-то огороды, поля, мы пытались максимально ехать на машине, машину там метров 300 назад бросили, потому что дальше она уже не едет, я не знаю, как мы на ней будем выезжать. В общем, сейчас спускаемся уже к вот этому карьеру, и идемте смотреть на сами экскаваторы. Такая вот большая яма, сейчас нужно спуститься и не поломать себе ноги. О, ой, упал оттуда чуть-чуть. Спасибо. Ну это затопленный, а то две драги. Да, а то драга. Так, смотрим. Вот этот в воде, затопленный, это экран вообще какой-то, а не экскаватор, да? Да. А вон там уже впереди сам экскаватор. Ну что, пойдемте туда. Мы долго думали, как нам подойти к этим экскаваторам, потому что берег, ну здесь такой не самый прикольный, я бы сказал больше, это можно назвать обрывом, и смотрим, вот тут такая надпись, вход запрещен. И мы понимаем, что в переводе на древнесталкерский язык, эта надпись значит, внимание, короткая дорога. Ну, короче, мы рискнули пойти по короткой дороге. Итак, мы подошли, ребята, как я говорил, вот здесь такой реально крутой спуск, и снизу экскаватор. Вон, кстати, маленький ковшик, которым он здесь все рыл. Почему я говорю маленький? Потому что в прошлом году в Германии мы видели реально огромный экскаватор. И, как сказал Денис, по сравнению с тем, именно вот этот маленький велосипедик. Но давайте все-таки найдем какую-то дорогу к вот этому велосипедику. Потому что если мы сюда спустимся, мы можем, наверное, себе поломать все ноги. Короче, идем искать более лайтовый спуск. А ты, кстати, походу делался в Украине он или как? Вон написано, Азов Маш. Реально украинский? Ну, блин. Ну, все, спускайтесь, ребята. Короче, нашли мы вот такой вот спуск. Показался он нам лайтовый. Вот по вот этому такому вот хребту. Потом по тому холму. Ну, и как бы вниз вроде адекватно, легко можно попасть. Что, ребята идут первые, а я иду за ними. Чтобы в случае чего, если кто-то упадет, я снял трэш-контент себе. На самом деле я шучу. Не хочу, чтобы ребята падали. Хочу, чтобы все спустились благополучно. Все доброе. Да, под таким углом это уже побрутальнее немножко смотрится. Так, ну, теперь вот так вот вниз туда. Более. Близи, это как за черешней. Да, почти как к соседу за черешней. Давай, следующий. Знаете, пацаны, что весело? Как мы наверх будем подниматься? Если самокопие, столько дольше. Я, кстати, два телефона держу, не уронил их. Немножко запачкал. Наверх будет очень круто. Ребята, было принято решение плыть туда с вещами. Женя взял свой носок. И сейчас попробует с носком переплыть туда-обратно. Если он его не намочит, тогда мы возьмем телефон и ключи от машины. И все такое. Потому что на берегу здесь прятать, ну, не очень хотелось. Здесь, конечно же, вроде как охраняемая территория частично. И я думаю, что, ну, как бы никто не украдет. Но все равно ключи от машины и телефоны оставлять неохота. Женя поплыл с носком. Неху делать легко. Да? Да. Решили не брать с собой все-таки смотки. Но возьмем ключи от машины. Женя взял два телефона, я ключи от машины. В общем, не знаю, как это сейчас будет. Но я попробую проплыться с ключами от машины, чтобы их не намочить. Я в детстве, в принципе, тренировался плавать на спине. И вот так рука одна поднята была. Я сейчас попробую плыть вот так, типа, полу по собачьей одной рукой. Это не так сложно, как казалось. Спасибо вам за помощь. Ну, ключи сухие. Эта вода не пахнет, как речная вода или в каком-то карьере. Она, короче, чем-то воняет. Не могу объяснить, чем. Ну, чем-то воняет. Короче, ладно, мы переплыли. Погнали наверх. Ну что, мы уже, можно сказать, на экскаваторе. Если нас поймают, мне не страшно. Мне страшно лишь о том, что мы можем на машине не выехать. Потому что мы заехали в очень дремучий лес. Я не знаю, почему я именно там не начал снимать видео. Так, вот здесь я вижу лестницу. Сейчас мы по вот этой лестнице попытаемся залезть наверх. Ведь нам же нужно, наверное, наверх сразу лезть. Конечно. Чего мы сюда вообще пришли? Заруфить, типа, его? Ай, ай, ай. Слишком большое эту тучку на этой сетке. Не совсем приятно ногами вот так вот наступать сюда. Такой массаж для ног. На ту лестницу. На какую лестницу? На ту лестницу. Все, пошли на ту. Не знаю, почему Женя полез на эту, если нам на ту. Он, кстати, сам же сказал, что нам на эту. Поднялись мы уже на первый ярус. Вот под ногами что-то такое на заглушивую мазуту какую-то похоже. Твердая такая субстанция. Он, кстати, в воде, если вам видно, разводы какие-то. Я так понимаю, остатки масла от этого экскаватора. Загрязняют понемножку экологию здесь вокруг. Жабки бедненькие здесь плавают. Итак, ребята, поднялись еще на один этаж. Вон у меня за спиной сидит белый голубь. Напишите в комментариях, часто ли вы видите белых голубей. Кстати, здесь уже такой неплохой вид открывается. Вот он, вот этот красавчик. Мы сюда достаточно долго ехали, где-то 350 километров. 350 километров немного, но дорога была сложная, потому что состояние дорожного покрытия желает быть намного, 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 намного лучше. Короче, ехали целый день, сейчас уже вечер. Для фоточек классное время, потому что когда на закате фоткаешься, всегда фотки получаются классные, а видео уже снимать немножко поздновато. Но я думаю, что мы до темноты, в принципе, здесь все отснимем. Не знаю, может быть, оставим, кстати, наши вещи, еще поплывем на тот экскаватор. Вот там наверх залезем, там тоже сфотографируемся. Хочешь туда наверх полезть? Больно ходить. Больно ходить, очень больно по вот этой штуке ходить. Да, Денису классно, он в тапочках. А мы свои кроссовки оставили на берегу. Здесь отсюда уже видно сами тросы, за счет которых и держится, собственно, эта конструкция вся. Ну что, подуваемся на самый верх, потому что, ну, как бы красивая картинка. Делать здесь по факту пока что нечего. Вот, собственно, ролики, через которые проходят вот эти троса. Ну, я так понимаю, за счет этих тросов большая часть этой конструкции каким-то образом держится. Я, конечно, не инженер, но полагаю, что здесь использовался примерно такой же принцип, как на вантовых мостах. Если, кстати, ошибаюсь, то напишите в комментариях, для чего именно сделаны вот эти троса. Мы, ребята, на вершине. Вот, осталось только подняться туда наверхушку, но мы сейчас через минутку-вторую туда поднимемся. Давайте я вам покажу вид вниз. Кстати, видите, сколько масла снизу вытекает из него. Женя, кстати, говорит, что вода воняет, возможно, из-за того, что с этого экскаватора постоянно что-то вытекает. Кстати, с того вроде не видно, чтобы вытекало что-то. Итак, ребята, был найден здесь такой вот ключ. Не знаю, насколько это, на 32 или не на 32, может, даже больше, чем на 32. Здесь, кстати, я пытался рассмотреть. Никаких маркировок так и не было замечено. Денис что-то тут уже крутит. Он не работает. В натуре? Давай, крути тогда его, крути, крути. Да, сейчас накрутим, блин. Сейчас накрутим что-то. Видишь, как поворачивает стрела? Где? Ответь, стрела поворачивается? Офигеть. Да как в пуск? А, вот, я вижу. Крути. Крути, крути, крути быстрее. Чтоб на видео было видно. Крути быстро, чтоб на видео было видно. Все, теперь видно. Мы с ребятами посоветовались и решили, что вот этот ключ нужно сбросить в воду. Только вопрос в том, когда? Сейчас или когда будем уходить? Я же хочу все-таки сейчас его туда сбросить. Что будет, если бросить туда вниз ключ? Поздно. Ладно, ребята, много болтаю. Начинает дуть ветер. Надо подниматься на самый верх. Мы сюда поднялись, пофоткались. Начался небольшой такой ветер уже. Фотки, кстати, если кому-то интересно будет, можно посмотреть будет в инстаграме у меня. Ссылочка в описании. Что, Жека, плывем на соседний экскаватор? Да. Денис, плывем? Плывем на соседний экскаватор? Покипись вон, чтобы не было. Ну все, договорились. Ребята меня поддержали. И мы сейчас вместе с ними плывем на соседний экскаватор. Кстати, тут можно практически перейти и в конце немножечко проплыть. В общем, было принято решение не подниматься на второй экскаватор. А было принято решение пойти посмотреть вот этот ковш, которым, собственно, все и копалось. В общем, Денис идет по вот этой решетке. Мы идем по такой штуке, потому что вообще уже, ну честно, невозможно по ней идти. Очень сильно продавливает снизу ноги. Итак, ребята, мы находимся уже возле ковша, которым, собственно, и копалась вся эта белиберда. Босыми ногами тут, короче, как-то, я не знаю, очень сложно ходить. Идя вот кною все время, ну, короче, эта колючка, точнее не колючка, а решетка-то очень сильно надавила меня туда в ноги. Очень неприятное, короче, чувство. В общем, вот, собственно, ковш, которым, наверное, я копался, я так понимаю, весь вот этот карьер, с которого нам сейчас туда надо вверх подниматься. Вон, Денис в тапочках уже прыгнул. Ладно, давайте к нему тоже прыгнем. Пойдем посмотрим, что там. И с чем-то воняет, кстати. Вот, собственно, сам ковш, и я не понимаю только, почему здесь внутри его цепь. Почему тут цепь? Ну, кусками же уголь выковыривал. А, точно. Ну, и получается, наверное, если здесь внутри цепь, таким образом сам ковш становится легче, и его, наверное, мотором было проще вращать. Вот тут, смотрите, ребята, когда добывался уголь, или что здесь добывали? Вот эту цепочку, короче, вот так потерло углем. Здесь следы как будто сварки какой-то. Где там Женя снизу. Жень, ты будешь к нам подниматься? Да, конечно, здесь очень круто, честно. Мы в ковше, прикинь, находимся. Кстати, можно посмотреть, как с обратной стороны выглядит вот этот ковш. Внутри цепи вот тут такая вот клеточка. Ковш, конечно же, реально очень большой. В общем, круто тут, но начинает уже темнеть. Нам еще надо сейчас будет выбираться... Фу, блин, мошки какие-то на меня садятся уже. Короче, нам надо будет сейчас еще выбираться в вот эту вот гору, потом по таким ебукам выезжать на машине. Но я надеюсь, что мы выедем. Поэтому мы решили, ну, на второй экскаватор туда не идти. В принципе, он точно такой же, как этот. Можно еще туда было сходить, но это вообще какая-то шляпа. Блин, у меня тут стая мурашек над головой. Короче, все, давайте сваливать отсюда. Залезли в воду, стоим по колене в воде. Сейчас нам предстоит обратно проплыть, я не знаю, метров 10-15 буквально на улице. Ну, не то чтобы темно, но уже такие первые признаки того, что скоро будет наступать темнота. В общем, погнали к машине. Итак, друзья, что же произошло потом? Потом мы возвращались к машине. Смотрим, бегает какая-то собака. Мы ее перед этим видели на проходной. И у меня закралась такая мысль, что, возможно, охранник пришел сюда. Когда мы подходили, возле нашей машины стоял не один охранник, а стоял охранник и два его каких-то друга. Как потом выяснилось, это какие-то там местные бойцы были, потому что у одного, короче, была на футболке что-то там, короче, что-то там с боевых искусств написано, типа Дзюдо Днепр, что-то такое. С виду это выглядело так, что оно как бы позвал, типа, поддержку для того, чтобы нам дать. В общем, мы подходим к машине. Я включаю GoPro, думаю, буду снимать все. Потом думаю, ну, непонятно, чем все закончится. И, наверное, все-таки спрячу GoPro в карман. Записался, получается, только диалог, картинки нету, звук паршивый, потому что камера лежала в кармане. В общем, я только подхожу, мне практически сразу летит плюха в голову, я уворачиваюсь. Еще один чувак напал на Дениса, тоже, короче, что-то он промазал. Ну, короче, как-то там, это, сгладилась вся ситуация. Мы на месте разобрались. В бой, в принципе, с ними не лезли. Не знаю, смогли бы, не смогли бы мы. Ну, в принципе, там два таких крепких парня было. Ну, и сам охранник такой хиленький. Так что понятия не имею, чем бы все это могло закончиться. Но знаю точно, что там, где стояла наша машина, оттуда просто к дороге нам выезжать около 20 минут. Я думаю, они бы куда-то там позвонили. Какие-то местные ребята там подъехали, ну и, короче, нам накостыляли. Поэтому мы особо, ну, как бы не стремились конфликтовать. Попытались мирно уладить ситуацию. Так что, ребята, помните, что с вами всякое может приключиться на Руфе. У меня недавно друзей, они, короче, залезли на такое место, вроде бы, не супер какое-то охраняемое, страшное. Но, тем не менее, их избили держаками деревянными от лопат. Сейчас у одного там проблемы с законом. Хотя, кажется, обычный Руф, ну, никто не подозревал, что такое будет. Короче, сейчас я вставлю запись диалога. Я практически ничего с него не вырезал. Только такие вот бесполезные куски, где вообще ничего не слышно, вырезал. Ну, картинки не будет. Извините еще раз за звук. А с вами был Сергей Трейсер. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, кстати, да, ребят, следующий видеоролик, он будет мега крутой. Короче, все. Вставляю диалог и всем пока. Ребята, ну, ребята, ну, все, хорошо. Извините. А что ты руки распускаешь? А что ты руки распускаешь? Я тебе нормально сказал. Мы с тобой разговаривали. Ну, все, извини, мы уедем. Мы поняли свою ошибку. Мы, вместо того, чтобы делать свою работу, мы вас, идиотов, вот, ждем. Извините нас. В смысле, измени. Подожди, какие договоры, блядь. Хлопцы, удалите все, что вы сфотографировали там у себя. Дай телефон, будьте добры. Дай телефон. Вам же нормально объяснили, блядь. Ну, извините. Что вы, блин, как маленькие дети? Час корзины еще удалят. Недавно удаленные. Недавно удаленные выбрать. Мы просто не знали, что мы реально к кому-то создадим этим проблем. Реально создадите проблем. Извините, ребят. Просто мы смотрим, смотрим с этой стороны, но никто не увидит нас. Никому проблем не будет. Все, смотрите. Недавно удаленные. Все чисто. Это вообще будет спрос на. Вы это понимаете? Мы с канатами, блядь, лазили. Мы вообще едем в другое место. Я вас понимаю. Ну, были такие, которые лазили тут, блядь. Вы видите, мы без канатов. Ты меня слышишь или нет? Да, слышу. Я тебе адекватно нормально объясняю. Понял, 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 да? Да. Вот, смотри. Может быть, жмур, правильно? Что-то за страху. Да, да. Из-за этого спрос. Вам нормально, как сказала, по телефону. Ребята, не надо. Вот так вот. Было бы можно сделки-палки. Лазить только хотите, ебать. Мы что, блядь? Мы все удалили. Блядь, серьезно, извините. Потому что это оно как-то так вот. Вы как-то, знаете, вы как-то так вот, оно мышиное какое-то движение. Базарева, пацаны. Это какой-то мышиное. Вам сказали. Вы взяли, круг кинули. Поняли? Сюда заехали. Все, вот так. Вы какие-то, какие-то понятия по жизни или как-то. Как-то с под тышка или как. Не укипал. Надо быть какими-то людьми. Ну, вам же сказали адекватно. Вот так вот и вот так. У нас так нельзя. Было бы можно, пожалуйста. Но нельзя. Скупнуться можно где угодно. Если вы едете далека, блядь, по пути у нас, блядь, в Александрии, блядь, водоема, вот так вот. Просто, блядь, блядь, залейся. Ну, мы заезжали. Там это, короче, другое такое косую еще ездил. Короче, заканчивалось. На самом деле все очень даже по-божески. Хорошо, что камеру собирал в карман. Короче, когда я подошел, мне летела плюха. Я себя это снимал. Пришлось подолить материал.